Ну чё там нахуй? Кто, сука, не шарит? Кто не шарит в этом рынке? Кто, блядь, батя этой игры, как говорится, да, как говорил тот же Папич? Кто, блядь, батя тут? Ну не шарит, да, ребят, не шарит, конечно же, конечно же не шарит, потому что биткоин уже 72 тысячи тем временем, пока вы мнёте яйца, чего-то ждёте там 50 тысяч, 52 тысячи там и так далее, а эфир тем временем уже 3700, как же так? В мире криптотехнологии обретаются новые эффективные инновационные возможности для заработка. Один из проверенных мной проектов это Arbitz.io. Данный проект использует инновационные технологии для эффективного заработка на арбитраже криптовалют. Данная технология зарабатывает высокую прибыль в автоматическом режиме за счёт разницы курса крипты на бирже. Своим инвесторам данная технология проект отдаёт до 90% заработка, что является инновационным в данной сфере, то есть пока вы спите, механизм нон-стоп зарабатывает за счёт разницы курса крипты на криптобирже. Я лично проверил данную платформу несловным отделом, вложив 7000 долларов, и все работает надежно, как швейцарские часы. Остались только хорошие впечатления о работе сервисов. Собственно, поэтому до сих пор держу свои инвестиции тут, и рекомендую своим друзьям данный проект. Ссылка в описании под роликом. Мешаю, да? Не та же самая ситуация, как была в мае-июне 2021 года. Не прочитал рынок. Заранее, причем говорил еще. Сразу же, когда мы стояли здесь в марте, в апреле, я говорил, ребята, ситуация точно такая же. Такие же настроения, такие же комментарии, мне пишут, что я загоняю на хаяхты, да, он будет еще ниже, в 2-3 раза, там еще не всех вытрусили, ну и что? Не всех вытрусили. Ну и как вы наблюдаете, естественно, это был полет на шахтах. Не на новостях по поводу того, что там якобы сек, шансы на одобрение ETF повысили и сказали, что вот срочно надо заявку одобрить. Вот срочно, прям пиздец, понимаете? Вот сказали, что 75% увеличили шанс одобрения, и наконец примет решение на этой неделе, и вот уже 23 мая уже примут. То есть до этого они сказали 5 июля, на этой неделе, скорее всего, вряд ли примут, а даже если примут, ну, как вы понимаете, что, скорее всего, рост продолжится. И 117 лямов, то есть по эфиру ликвидации даже больше, чем по биткоину, чтобы вы понимали. И всего ликвидации было на 252 миллиона, потом идет Солана, Доги там, ну и все сильные монеты, которые, естественно, у нас пошли, самые первые, Чейнлинк и так далее. Поэтому, кто, блядь, не шает, покажите мне, кто не шает. Ну, можете написать, Саня, ты не шаешь, конечно, мне в поддержку, но, по сути, как вы понимаете, я поржал, да, под вчерашним роликом, наверное, комментов 10 или 15 было, что Саня, ты не шаешь. Я так понял, что вы стебетесь, но, как бы, я поржал с этого. Ну и, по сути, естественно, вот BNB у нас там попер и так далее. Если посмотреть по доминации, то есть, ну, как бы аплодисменту студию, что называется, вот у нас альта, доминация альтов не падает, доминация USDT снижается, то есть свидетельствует о том, что у нас, конечно же, киты продолжают переливаться в альткоины. И доминация биткоина начала падать и начали все-таки переливать в альты. Поэтому, может быть, как раз-таки это и старт того великого альтсезона, доминация эфира вообще поебенила жестко, как и доминация BNB, как вы понимаете, тоже уже начала восстанавливаться. Поэтому не парьтесь, и вот, допустим, XRP доминация тоже восстанавливается, поэтому те, кто там орут, что, блядь, мы там увидим еще ниже, это не конец, ты не шаешь, там и так далее. Ребят, хорошо, не шаю, ради бога. То есть, я доказывать никому ничего не собираюсь, я вот доказал наглядным примером, я сказал, сука, что будет так же, как в мае-юне 2022 года, вот оно так же и произошло. Я сказал, что заранее, причем, что мы полетим большими зелеными свечами, это разворот будет резкий и внезапный, и на шортах. Оно так и произошло, потому что то же самое было в мае-юне 2021 года, то же самое, ровно те же самые настроения, то есть апатия, депрессия. Вот давайте ради интереса, вот зайдем вот сюда, я вам покажу ради интереса, вот мы долистаем до 2021 года, я вам покажу, что же тогда происходило. Потому что многие мне не верят и говорят, что не, Саня, то же самое не может быть, как это так, что люди не стали умнее, толпа что не заработает. А то ж все заработают, смысл тащить наверх цену, а то ж все заработают. Ну еще все из вас заработали, все из вас закупились, наверное, да, вот давайте я сейчас долистаю до этого момента. Вот у нас сентябрь тоже, давайте посмотрим, вот в сентябре был страх, просто люди обосрались тогда. И они не хотели закупаться, когда была коррекция в сентябре, и скорее всего в этом году будет точно так же. А я предупреждал еще, что отработал прогноз, что с середины мая у нас начнется разворот, и он и начался с середины мая. Если вы не верите, ну давайте посмотрим, здесь у нас было какое число, здесь было 14-15, как и здесь 14-15 октября мы тоже развернулись. Ох, блядь, какое же совпадение, да, и уже плюс 35% по эфиру, и по битку давайте глянем, тоже у нас произошел разворот, давайте глянем на байбете, потому что у меня там чистый график. И, соответственно, вы наблюдаете, что здесь тоже было какое число, здесь было 3 мая, здесь даже с начала мая. Ну альты пошли, естественно, позже, я конкретно за альты говорил, ну а биток, естественно, идет на опережение, сначала идет биток, потом эфир, а потом остальные альты. И, как вы наблюдаете, уже многие альткоины уже поперли, как вы понимаете, то есть и никто ждать не стал. Я предупреждал, что смотрите на Chainlink, смотрите на Solano, что они уже развернулись, и никто вас не ждет. Смотрите на лайткоин, смотрите на доги, то есть я вам давал подсказки, видите, и они пошли, кстати, одни из самых первых совпадений, да, то есть и Shiba, та же самая, Pepe, там и т.д. То есть вот эти монеты, как раз-таки, которые сильнее всего держались, они сильнее всего и пошли, вот, и совпадения не думаю. Поэтому те, кто там провтыкал, те, кто там мурыжился и думал, что вот, надо ждать еще там, надо то, надо сего. По поводу монеты Понки, тоже видите, вот она, как видите, тоже здесь фиксация была. Я, кстати, вчера зафиксировал объем, это вам по секрету от себя скажу, поэтому бонус от меня я продал. Почему продал? Потому что монета уже давала иксы, и если открыть полный график, я об этом в закрытом клубе, естественно, в первую очередь пишу, скидываю свои ордера. Пишу, какой процент от монеты, там, процент от объема я зафиксировал и т.д. Почему я фиксанул? Потому что монета и так уже прошла термистый путь и показала много иксов, поэтому я зафиксировал. Она может пойти дальше, но я лучше переливаю эти монеты из вот этого парашного мема в другие какие-то альткоины. Видите, она стоила вообще там сущая копье и потом подлетала вот здесь. Поэтому, ну, холдить и бесконечно сидеть до усрачки я лично не вижу. Я забрал свои там около 6 иксов и мне более чем достаточно, поэтому такие дела. Вот, ну, а по поводу остальных монет, то есть, я уже показывал, рассказывал, если открыть тот же самый Binance, то, как вы наблюдаете, у нас уже зеленочка пошла. Если посмотреть больше всего монеты, которые показали, это ENS, совпадение, которое связано с эфиром. Я предупреждал, что это дно и она не пойдет ниже, да, и многие мне не поверили и сказали, не, Сань, ты не шаешь, не надо покупать, еще рановато. Ну, раз рановато, тогда ждите ниже, блядь, можете ждать уже 2 икса, это монета показывает днище. Вот пока вы там будете мурыжить, мять сиськи и думать, что, соответственно, будет еще ниже, не, надо еще подождать и так далее. Вот суши, кстати, с Uniswap'ом стартанули тоже. Вот один инч постепенно стартует, видите, и вот здесь тоже я сказал, что по Uniswap'у это дно покупайте. И мне сказали, не, Саня, ты не шаешь, мы увидим еще ниже, ну и что, увидели еще ниже, вот, уже плюс 60% здорово, а вам придется покупать выше теперь, кто телился и ждал чего-то там у моей погоды, а ждал там, что будет еще там выше или еще ниже там, ну, то есть это выбор каждого. То есть я не претендую на истину в последней инстанции, но Метис, Метис тоже монета, связанная, естественно, с эфиром, тоже полетела, ЛДО тоже связанная с эфиром, и она тоже полетела, я говорил, что это дно покупайте, блядь, но мне сказали, нет, Саня, ты что-то, ты тупой, ты даун, на хаях нас загоняешь, на хаях, ЕТХафай тоже пошла, Арбитрум тоже попер, я предупреждал, что он один из первых пойдет, и он является тоже индикатором, и уже он показал плюс 32% как эфир почти, видите, и это дно было, оказывается, и не идем мы, как сказал тот же самый наш великий просто бог, слезы Сатоши, 70 центов, а то и ниже, да, и почему-то мы не пошли, да, как же так, да, ну и давайте же посмотрим, что же по остальным монетам, Ксай тоже поперла, там, Пепе, тоже на базе сети эфира, кстати, сделана, ЭТНа тоже пошла, Сайбер, ну и многие другие монеты, поэтому дно пройдено, понятное дело, что монеты не сильно улетели, но многие мне сказали, не, Саня, да ты что, мы чуть ли не 25 увидим в течение трех месяцев, мы увидим 50, 52, еще не всех вытрусили, не, Сань, ты не шаешь, вот было финальное дно, вот нисходящий канал, ровно, сука, такой же, как был в мае-июне, в сентябре, и после этого мы тоже мне рассказывали вот здесь, да не, Саня, летом, летом, мне тоже, я вот вспоминаю, что в 2021 году мне говорили, да не, летом все ж отдыхать будут, кто отдыхать, но может ты и будешь отдыхать, потому что ты, как бы, дармоед, но, как бы, большинство фондов, а у них все автоматизировано, и работают баты там, поэтому никто там отдыхать не собирается, и, как видите, тоже рост пошел постепенно, тоже тут многие не верили, сказали, да, это от кок дохлой кошки, это все фейк рост, это все бычья ловушка там и так далее, ты не шаешь, Саня, на хая загоняешь, мы упадем на 20, на 10, сейчас медвежка начнется, ты долбоеб, ну и в итоге, за вот эти полгода, пока мне кричали, что я даун, мы вот здесь закупались, я говорил, покупайте биток, эфир, бинб, альткоины, и, соответ можно было X3 капиталу сделать, что я и сделал, собственно говоря, здесь у меня, кстати, просадка была минус 40% по портфелю, вот, а потом уже в ноябре я имел профит X3 капиталу, понимаете, вот такие вот дела, если бы вы сделали так же, многие люди даже машины продавали, машины продавали, чтобы вы понимали, для того, чтобы, ой, машины, блять, продавали эти, наоборот, крипту продавали, чтобы машину купить, и у меня даже были знакомые, ну, у знакомых были знакомые, которые продавали крипту в минус, вот здесь вот, чтобы купить себе тачку, Либо просто разочаровались в ней И, как вы понимаете, сейчас мне даже подписчик скидывал Не буду показывать кейн, чтобы не позорить ту бабу Баба, короче, купила себе хонду Сиэчар или Сиагви, не помню И, короче, продала машину И взяла еще, ой, машину, блять Кайпту продала, я так понял, в минус или в ноль Или в небольшой плюс Сейчас, как раз-таки, вот вчера, да, до вот этого пампа Вот, пару дней назад И, соответственно, взяла кредит, чтобы закупить себе Ну, как бы, средненькую, дешевенькую Японскую машинку, как вы понимаете Вот, и ради того, чтобы, конечно же Ну, потому что лучшие эмоции в моменте Но если женщин можно понять Потому что они руководствуются эмоциями и инстинктами И это можно еще как-то их оправдать Но, блять, когда это делают мужики, блять И продают просто ссутся И рассказывают мне, что я вот сейчас зафиксирую, перезайду ниже Ну и что, блять, перезашел ниже Кто там, блять, не прав, нахуй Вот, поэтому, как вы наблюдаете, сейчас уже рост пошел Биткоин уже 70 с хером тысяч Идем на перехай И я предупреждал, что будет ровно такая же ситуация Как с 32 тысячами Как вот здесь мне сказали, эффект пойдет ниже А я сказал, здесь голова-плечи, которые не отработают А отработают наверх И мы потом полетим на этой формации Здесь тоже самое И совпадению, да Я напоминаю, что обычно такими большими свечами Мы хуяили еще вот здесь Сейчас я вам покажу Когда Илон Маск, кстати Якобы сказал, что принимает биткоин И вот здесь вот эта вот свеча была Как раз-таки мы стартанули с 38 на 46 И мы 30% роста дали Вот эта свеча, которая была 8 февраля Вот мы стартанули, получается, 37 980 Короче, 38 до 47 То есть на 10 тысяч долларов вверх сходили практически Понимаете, вот И здесь идет то же самое Понимаете, то же самое Только по эфиру Ну а по витку здесь показали Плюс 10% Мы здесь сходили с 66 до 71 То есть на 5000 долларов, как вы понимаете Поэтому те, кто там мурыжился Те, кто ждал Выцеживал, да, идеальные отметки Вы очень сильно проебались, ребятки А я говорил, что вы проебетесь Ну, понятное дело, что перехай еще не сделали И, как говорится, не говори гоп Пока не перепрыгнешь Но на самом деле тут уже и так и дураку понятно Что разворот уже начат И начат он еще неделю назад Если кто не понял Особенно по альткоинам Да и по битку он начат в начале мая Поэтому кто протыкал Кто проебался У вас есть финальная возможность Сегодня еще закупиться Потому что потом Вряд ли вам это дадут А даже если дадут Все равно большинство этим не воспользуется К сожалению К сожалению Может даже и к счастью Потому что вот это большинство Потом будет выкупать у нас На хаях Я думаю, с этим понятно Так вот И то же самое я говорил вот здесь Покупайте, ребята Это 40 тысяч это дно Не надо ждать ниже 38500 это был сквиз Который вот этот 38555 мы здесь увидели Не будет никаких 38 ровно 35 32 Там 30 тысяч Запейте водой И плюнь и разотаришь Что называется Не будет такого Понимаете Здесь я то же самое сказал Что здесь, сука, повторяется Ситуация Повел аргументы Факты Но мне сказали Не, Саня Ты, блядь, ты что? Ты не шаешь, блядь На хуй надо нам тебя слушать Ну хорошо Не слушайте Вот у нас есть Binance US Которая нам подсказку даже дала Просто для нас Для толпы Для тупых Да, что у нас рост будет И он неизбежен Понимаете То есть если открыть у нас Binance US Получается мы здесь открываем И смотрим Где была цена На вот этой палке А вот эта палка у нас была Давайте глянем Какого числа 21 июня Была цена 138.70 То есть 138 тысяч долларов Как раз таки Куда я и жду биткоин финально И скорее всего туда он и пойдет Вот Поэтому самое забавное Действительно большинство людей Мне не поверили И сказали Не, Сань Та, что-то ты погонишь Блядь Не будет такого Ты шо гонишь Блядь Не будет такого Вот Поэтому ну в принципе не будет Зеленые камыши уже замелькали Вот этот канал мы пробили наверх Точно так же Как это было внезапно Резко в 21 году И мне тоже рассказывали Та не, летом будем отдыхать Роста не будет Резина будет тянуться до осени До осени До августа А то и до сентября Но я напоминаю Когда здесь начался разворот Разворот начался 20 июля Вот И вот здесь В нисходящем канале Я всем трубил И ролики снимал И в клубе говорил И многие люди ссали Ссали покупать Даже в закрытом клубе Понимаете Они боялись покупать И они мне говорили Что то не, Саня Может еще ниже Не, может не будем закупаться А то ты торопишься И так далее Ну и по итогу Даже из закрытого клуба Вдумайтесь Людей закупилось Но процентов 30 максимум Представьте И потом Каково было разочарование Большинства И потому что Рекомендации не давал Потому что люди боялись Они просто не хотели покупать И Как вы понимаете Сейчас Конечно же В клубе адекватная аудитория Да, то есть Тогда у меня подписка Стоила копейки Тогда Много людей Которые Ну не соображали Что в рынке происходит Но большинство Сейчас Практически все Я думаю За мою позицию Потому что они в клубе Тогда не находились Если бы меня не поддерживали Вот Поэтому И Ну на канале Бесплатно Да, то есть Многие хейтеры Которые с других каналов Приходили Которые ждут ниже Ждуны Бесконечные Да Мне сказали Что я не шаю И на хаяк загоняю Ну и что На хаяк загоняю Да Вот Но потом все отрастет На 10x выше И вы посмотрите Что такое на самом деле Хаи Да Вот Прежде чем выебываться Нужно как бы И самое интересное Что постфактум Эти людишки Потом завалят ебало Да И будут сидеть молча Просто молчать в тряпочку Блять А то и удалят свои комменты И скажут Что типа А ну да Точно Точно Да Все таки Ты был прав Да Я уже 3 года Сижу в монетах Понимаете 3 года 3 блядских года Сижу в монетах И многие мне говорят Что вот я сижу Даже больше Понимаете Даже я какой-то год Я с мае июня сижу То есть я сижу вот здесь Я сижу уже тысячу дней То есть почти 4 года Я сижу в накоплении Но поэтому мне рассказывают Что ребята Не Саня Ты не шаешь Там и так далее Ты загоняешь на хаяк Ну если ты не можешь Сука Банально сам Если ты долбишься в глаза Или ты настолько тупой Что ты блять Ведомый Просто не можешь Открыть график Блять И посмотрите Вот здесь какая была просадка 95% Здесь было 97% Здесь было 92% Блять Если для тебя это сильно решает Да не закупайся То есть я закупился монетами Просто до усерачки Понимаете То есть я уже в рынке Где-то процентов на 90% А то и 95% Я уже говорил об этом И финально я вот закупался Как раз таки На вот этом черном лебеде На который я рекомендовал Оставлять 20% Если вы их не оставили Ребят Так это ваши проблемы Это ваш выбор Я говорил Оставляйте Он в любой момент Может произойти Не будет его Окей Хрен с ним Значит эти 20% Мы оставляем просто Пускай лежат в тейблах На всякий случай Там на какие-то новые проекты Либо еще что-то И я предупреждал Что раз фонда растет И уже сходила на перехай То не долг час Я буквально пару дней назад Снимал ролики Это даже неделю еще назад Что когда у нас пойдет крипта Понимаете И вот она пошла О боги Какое же совпадение Да И давайте глянем Там ради интереса золота Золото тоже на перехай У нас пошло Нефть давайте посмотрим Нефть у нас не пошла Но как вы понимаете Что многие рассказывают Что нефть там попоет Ну по итогу и я в том числе Но как видите не пошла Вот Но крипта пошла Самое главное Понимаете Вот серебро Давайте глянем Сильвер Тут же самое Посмотрим Сильвер тоже у нас скорее всего пошел Потому что обычная корреляция с золотом Да и Сильвер у нас уже пошел с дна Переписал его И как вы наблюдаете Продолжает пидоить дальше наверх И пошло на перехай Поэтому вот это накопление Которое здесь было Мы из него вырвались Вот И тренд восходящий Никакого кризиса и близко нет И не потому что там инфляция Или там ETF А потому что киты Сбыли шахты Вот и все И давайте же интереса посмотрим Какие настроения Какие настроения И как они поменялись В мае и июне 21 года Я вам покажу сейчас Какие настроения у нас были И даже в июле И в июне люди ссали Вот давайте глянем Когда у нас была коррекция Январская Да я вам покажу Наглядно Если кто мне не верит И считает что я там Ну соответственно не шаю И что это просто повезло Там совпало И так далее Ну давайте же посмотрим Вот И многие ждали страха Но его не было Вот у нас коррекция была Получается с 19 мая Вот открываем Декст страх и жадности 19 мая Как раз таки Чрезвычайный страх То есть люди обосрались Давайте посмотрим на второй То есть вот здесь Люди были в эйфарии В жадности Там когда у нас была цена Соответственно Чрезвычайная жадность Вот видите в апреле И потом внезапно Сменилась сначала На просто жадность А потом на страх И чрезвычайный страх Совпадение да И давайте же глянем Что было дальше Вот вам будет Вот это самое интересное Когда у нас цена Болталась Об май Июнь Даже июль Чрезвычайный страх Люди ссут Люди не покупают Видите там 30 тысяч 40, 32, там 28, 34, 35 Видите июль уже начался Чрезвычайный страх Чрезвычайный страх И давайте глянем Когда начался разворот Разворот начался 21 июля Ну давайте 22 даже возьмем Вот и соответственно Видите чрезвычайный страх На страхе продолжается разворот Страх, 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 страх Нейтрально Мы были только на САК-1000 Когда было 28 июля А 28 июля Это уже когда Мы получили подтверждение Выхода из канала Ребята смотрите Выхода из канала Вот здесь 40 тысяч Когда мы пробили Вот этот вот уровень И вышли из накопления Который выход был вот здесь И был вот здесь Вот блять Совпадение Да и как вы видите Когда мы уже закрепились 28 числа Начали закрепляться И пошли сука на 40 тысяч И уже отросли по биткоину Вот здесь от сквиза Плюс 40 процентов А если взять хотя бы Давайте от 30 тысяч Там да То мы показали Плюс где-то Ну тоже около там 35-40 процентов Вот тогда Люди уверовали Что да Оказывается это разворот И надо покупать И постепенно страх сменился У нас На нейтральное настроение Вернее чрезвычайный страх На страх Потом нейтрально Потом жадность Начала возникать Начиная с августа То есть люди сидели Дорочились еще месяц То есть они не верили Они не верили Получается еще Ну даже не месяц А где-то около Неделя А то и двух И вот только вот здесь Вот спустя два месяца В сентябре Они уверовали И давайте посмотрим Вот у нас август Начинается жадность Чрезвычайно Жадность 47 тысяч долларов 14 августа Давайте посмотрим 14 августа Это было где-то вот здесь То есть вот здесь Люди когда увидели Что мы уже сожрали Половину этой коррекции Тогда они только поверили И сейчас будет то же самое И сейчас Ровно сейчас Это и произойдет Когда альткоины Перепишут свои хаи Да Которые были в марте Там Ну не хаи А эти Как они называются Отметки Которые были в марте Да Потому что хаи Это грубо сказано Да Ну понятное дело Если в локальном плане Смотреть То это хаи Но если смотреть В глобальном плане То альткоины В просадке 90% Понимаете Ну то есть Тут надо смотреть В глобальном плане Вот И как вы понимаете Сейчас хаи Расскажет Что ты же признался Это были хаи Ну окей Как бы не в глобальном плане В локальном Вот Поэтому тем более В локальном плане Даже там был боковик Ну банально Любую монету Открой Давайте не знаю Пускай тот же 1 инч Вот ради интереса Мы открываем Вот И давайте посмотрим Вот здесь Мне многие говорили Что вот ты на хаях Вот здесь загнал Ребят Ну во первых Я загнал не на хаях Не на вот этой зеленой свече А когда мы откорректировались Вот сюда На 20-30% Я говорил Покупайте Это первый момент А второй момент То что если глянуть от хая Вот здесь вот Даже отсюда Давайте глянем Отсюда И провести сюда Сколько у нас Минус 91% Но если вы считаете Это хаи Хаи то если бы Монета отросла Вот отсюда Да вот сюда Да вот сюда И я вам советовал Говорил вот Когда произошел Вот такой вот рост Да вот так вот Он произошел Я вам вот здесь говорил Покупайте Когда дала Он уже там 30 иксов и так далее Вот это были бы хаи Ну сука Если ты долбишься в глаза Ну так это твои проблемы Понимаете Если ты блять тупой И не понимаешь Что в глобальном плане Естественно Можно покупать И похер Какая цена Пока монеты лежат на месте И потом Когда будет разворот Ты будешь радоваться Просто молить О том Чтобы дали низкие отметки Вот смотрите Сентябрь у нас И как раз таки Коррекция Когда у нас началась По биткоину Давайте посмотрим Ради интереса Когда же она началась Ну просто Прям совпадение Она началась у нас Сентябрь И что у нас происходило С людьми Вот здесь мы открываем И получается Коррекция началась Как раз таки На новостях по майнингу Сбыли ланги Ну что типа Китай запрещает майнинг 7 сентября И вот 7 сентября У нас жадность Сменилась резко На нейтральное настроение 80 было Смотрите И потом сменилось на страх И люди опять ссали в штаны Когда получается У нас биткоин Опустился на отметке В 41 тысячу И так далее Вот давайте посмотрим Вот чрезвычайный страх Страх там и так далее И дно Когда было у нас здесь Было получается С 22 по 29 сентября И люди опять ссут Покупать Понимаете И вот октябрь Они опять не верят Не верят Не верят Уже было 43 48 внезапно За пару дней Потому что мы взлетели Зелеными свечами Видите Бэм-бэм Подлетели Как сейчас это происходит И потом улетели И когда же люди уверовали Жадность у них вернулась 6 октября Где-то примерно 6 октября Это вот здесь Когда мы опять что Обновили Обновили вот этот хай Понимаете Вот когда мы обновили хай здесь Когда мы обновили хай вот здесь Совпадение То есть люди ждут подтверждения И тогда они начинают залетать в ланги И верят Когда вот у нас стояло по 40 тысяч Никто не хотел покупать А когда возлетело уже На 20 тысяч До 60 Тогда люди такие Да Я готов покупать По 40 не блять Ясу покупать А по 60 Да Я готов покупать Понимаете И вот у нас 10 ноября Чрезвычайная жадность Как раз таки была Когда был пик был рано 9 ноября Вот и после этого Начался разворот 84 Вот как раз таки Можно обозначить И после этого Все пошел Даун тренд И вот люди опять начали ссать И потом все Начало переходить Уже в страх Вот понимаете Поэтому вот как это все работает Поэтому те кто не верит Да ваше право Ребят Ваше право И сейчас оправдывают рост Не ликвидациями шортов Которые произошли по эфиру А якобы что вот ускорили И сейчас одобрят ETF Вот И вот у нас эфир Привысходит мастер-карт По рыночной капитализации Вот 440 А там 427 И короче Из-за этого якобы Росты вот смотрите Там спасите Помогите Да поэтому ребят Ну это все Такая глиматья И конечно же У нас позитивные новости Начали пододвигать Эта новость В англоязычном сегменте Была еще вчера По поводу того Что вот у нас эфир Консультант Оказывается проекта Agent Layer Ну и как вы понимаете Присоединился компания Эфиром Foundation Ну я это уже читал Вчера И совпадение Да как только у нас вчера Начали ликвидировать шахты У нас догнали Позитивные новости Поэтому ребят Я уже говорил Что все это не случайно Если перейти на тот же CoinStats Ради интереса Посмотреть Когда Какие у нас были настроения Да то есть Многие люди Конечно же мне не верят Рассказывают Вот у нас сейчас Экстремальная жадность Подъехала И вот как раз таки Когда было здесь дно Люди ссали 14% был страх Здесь был страх Тоже около там 30% Но зато люди Сейчас хотят покупать Сейчас Было 67 Сейчас постепенно 70 То есть Ну здесь была жадность Потому что биткоин на хаях Понимаете Поэтому здесь ориентироваться на это Ну это тупизна Как по мне Давайте глянем эффект Здесь вообще показывают Тай 800 Здесь был страх 15 Здесь был страх Где-то 20 Ну а Как вы понимаете Люди вот здесь Вот тоже ссали срали 65 Но здесь особо ничего не поменялось Ну и получается USDT Если посмотреть по поводу стейблов Давайте глянем Вот он с март 22 года Ну и в принципе Вот недавно был страх Как раз таки в апреле Здесь примерно был страх Около 50% Я как понял Да получается А в мае даже Вот здесь как раз таки Был обвал Вот когда был вот этот Черный лебедь И потом альты еще немножко Лой подобновили Поэтому это специально Все пугалки Гала Геймс потерял 200 лямов В результате эксплойта И там какой-то хакер Допечатал еще больше монет Но я напоминаю Что тоже это Проект на базе эфира Ну и давайте глянем Укатался он Либо нет Если посмотреть То падение вообще Никакого не произошло Просто была пиздорванка В две стороны Я думаю киты продолжают Ее держать Ради интереса Вот давайте даже зайдем Посмотрим Держат ли ее киты И продали ли А не ее Я думаю что нет Скорее всего этого не произошло Вот они перешли На какой-то новый там адрес На новый адрес контракта И в принципе Вы понимаете Это все специально Пугалки для толпы Чтобы они конечно же Конечно же Разочаровались в рынке Сказали что Ну типа все Надо продавать И вот Бинанс держит На 301 миллион Интересно Кракен на 40 лямов И вот не продают Ну поэтому если кто Хотел купить галлу Я думаю это отличная возможность Я думаю это фейк Вбросовые новости Для того чтобы вы Обосрали штанишки Не закупались По данной монете Поэтому монета данная Может дать иксов 15-20 иксов Поэтому там были новости В 22 году Что ее якобы взломали Но поэтому монета Живет И как видите Бинанс держит На 3 ярда Явно не просто так Вот по поводу Остальных новостей У нас СМИ узнали Об требовании Секи и ТФ На базе эфира И сказали что вот Заявки там подали Ну и по факту Что якобы вот там Они уже Шанс надобрения было 25 А тут внезапно Были шахты за пару дней И 75 стало Вот так вот В 3 раза выросла вероятность Совпадение да И просто вот Ну просто совпало да Ну конечно же Конечно же блять совпало Вот и далее Виталий Бутаин призвал К созданию единого Решения интерпирабельности Для ЛЭК 2 сетей Многие оправдывают Что якобы из-за этого У нас там ЕНС Взлетел эфир Взлетел И остальные проекты связанные Ну и которые сделаны На базе эфира Нет Взлетел потому что Блять у нас были шахты Вот и все И потому что киты И того захотели Поэтому не захотели бы Роста бы не было И нас срать какие новости До этого сколько было Позитивных новостей На медвежки там и так далее И что Роста не было Вот ЕНС я предупреждал Покупайте Финальная возможность купить Потом проебетесь Монета улетит Вот монета КАСПа Тоже я советовал покупайте И давайте глянем Постепенно она тоже уже стартует Я говорю что ниже 10 центов Она не упадет А ИСП давайте глянем Тоже еще Пока что можно еще купить Пока что ключевое слово Да Далее у нас Получается то что Аналитики спрогнозировали Высокую волатильность по эфиру В результате на фоне хайпа Вокруг ETF Ну это вполне верятно Но как вы понимаете Что у нас 20 мая Говорят что обновят форму 23 мая в анек они поймут Ну а по факту Как вы понимаете Что естественно Они Ну подрос Он не из-за этого Естественно сейчас будут оправдывать Как с биткоином Что якобы Из-за ETF он рос В преддверии ETF Вот он растет Нет Потому что сбрели шахты Потому что работают технические факторы А не новости Новости это оправдание Для олигофренов Для толпы Для рыбов системы Если вы один из этой категории Тогда верите Если нет То слушайте меня И понимаете Как все происходит на самом деле Валет у нас добавил Телеграм кошелек Добавил поддержку Ноткоина На P2P рынке Но это тоже позитив Как вы понимаете Для данной монеты Юнисвап лапс И окрос протокол Предоставили Эфирм стандарт Для интерпирабельности Ну естественно Как вы понимаете Что у нас тоже Ликвидация шахтов И новости позитивные Подвезли именно сейчас Когда эту монету запампили Совпадение не думаю Далее давайте посмотрим Что у нас еще Говорят по поводу того Что криптофонды Получили 932 ляма После отчета об инфляции То есть и новость Вышла вчера Как раз таки Когда были ликвидации И с 11 по 17 мая Миллиард получили Понимаете Совпадение Что у нас киты Проинвестировали Такую сумму в рынок Ого Как же так А я предупреждал Что у нас печатаются Бумажные деньги Во многих странах Да и в том числе В США В Европе Там и так далее Вот И так же USDT и USDC Печатаются на миллиарды Доллар Вот Исследование показало Что листинг токена На бинанс Стал ловушкой Для инвесторов И опять же таки Новость эту продублировали Где только можно Что 80% токенов У нас падают И типа Вот у нас меми Орди Юпитер и Вифи И давайте же глянем Упали ли эти монеты На этом фоне Нет не упали Меми кстати Еще можно купить Пока кто не успел Вот здесь вот монета 200 дней в накоплении То есть уже считай 10 месяцев Ну не 10 А 7 почти месяцев Да По поводу Орди Тоже я ее советовал И как вы наблюдаете Одна тоже еще Не улетела Поэтому пока что Еще можно ее купить И как вы понимаете Что у нас еще То что здесь монета Юпитер и Виф Ну а данные монеты Находятся на относительном хая То есть Закупать сейчас Виф Я не рекомендовал бы Как вы понимаете Бонг тот же самый Тоже поздновато У меня спросили Бонг полетел уже Да Тот же самый самоед На базе Соланы Стоит ли покупать Ну выбор за вами В принципе можно еще взять Пока она не улетела Поэтому тут Думайте сами решайте сами Я бы еще посоветовал монету Илон Если она не улетела Вот постепенно она стартует Я советовал вчера В закрытом клубе Что можно еще Лэдис прикупить Если кто хотел на коррекции Но она уже тоже Видите подлетает И вчера я сторис Опубликовал в Телеграм канале Поэтому подписывайтесь Что можно Я опубликовал до этого Что можно купить монету Мага Трамп она называется Да То есть в преддверии выборов Президентов США Как вы понимаете Она может подлететь Вот вероятнее всего Что выберут Трампа Ну я не знаю Там время покажет Около 2,5 х Она уже показала И также есть другая монета Которую я нашел совсем недавно Это Супер Трамп Вот есть такая монетка Поэтому можно ее тоже прикупить Пока она не улетела Почему я посоветовал именно ее Потому что скорее всего Она тоже завязана Будет на Трампе Может быть это одна из его монет Ну и как вы понимаете Что сделано на базе эфира 70% монет в обороте И самое интересное Что мне понравилось Так это то Что она торгуется у нас На Мекси На Альбанке И также имеется у нас Получается накопление Получается еще с марта То есть около 2 месяцев Мы стоим в боковике Я думаю в принципе Около там 5-10 х Данная монета может показать Поэтому если хотите узнать Рекомендации первее В идеале вступайте в закрытый клуб И повышение цены Я напоминаю с 1 июня На 30% будет Если кто не успел Заходите по старой цене Ну и плюс Я напоминаю Что у нас Конечно же Есть какие-то рекомендации Я на халяву укладываю В телеграм-канале Либо какие-то посты Там подкасты Мысли свои и так далее Поэтому тоже подписывайтесь Вот Ну и по поводу остальных новостей Суд уличил Крэго Райта У нас в лже освидетельств А я напоминаю Что это у нас Один чувак Которого считали Что он якобы Сатоши Накамото Ну и в принципе Многие пугаются Потому что он отчасти Завязан на биткоин кэше Ну и как вы понимаете Что биткоин кэш На этом фоне Ни хера не упала Продолжает Россия Я предупреждал Что это дно Покупайте И даже вот сюда Мы не придем на отметки марта И что происходит У нас уже знал Он показывает Плюс те же там 35% Совпадения не думаю Я рассказывал Показывал Говорил покупайте ребята Это финальная возможность Люди смеялись И говорили Ха-ха-ха Финальная возможность Мы упадем еще ниже В 2-3 раза Сходим на 52 Ну и что Сходили Вот Поэтому Монеро То же самое Я говорил Покупайте Вот Монеро Уже тем временем 140 долларов И не падает Как блогеры сказали На 30 баксов и ниже Как же так Интересно Как же так происходит Что мои рекомендации Отрабатывают Блять Ну как же так Ребят Ну как же так Вот Поэтому здесь Мы уже На показали Около 40% Поэтому те кто там Телился Ждал Выцеживал Ну Выбор за вами Опять же так Я уже советовал И говорил Вот Нео Кьютом тоже Советовал миллион раз И данные монеты Тоже постепенно пойдут Вопрос лишь времени И успевайте взять Пока они еще Не улетели Ну а по поводу Банкротившаяся Генезис Которая связана с Гемини Якобы сейчас раздаст 3 миллиарда Ну это как я говорил Вчера финальная Финальный гвоздь В крышку гроба Как и с Грейскейлом Что якобы ушел у нас СЕО Да И поставили нового чувака Вообще абсолютно насрать И как вы понимаете Что на данном этапе Естественно Это все Сделано с той целью Чтобы максимально уже Добавить вам недели И вы думали Ой того засудили Того сняли с поста Тут сейчас разлоки Там ой Сейчас там по рынку сольют Сейчас там это MTGOX BitConnect Там еще FTX Там все остальные Будут продавать Да никто продавать Ничего не будет Ребята Это просто пугалки Для толпы Чтобы вы естественно Обосрались И не закупались Вот и все ЕС прогрозил Майкрософт Евросоюз Европа Ставит условия И диктует условия И угрожает Компании из США Майкрософт Вам не смешно? Не? Вот Штрафом за непредоставление Данных о искусственном интеллекте И бинг Ну как бы опять же Такие какие-то Новости Они связаны с криптой Ну естественно Тоже негативные пугалки Биткоин у нас пробил 70 тысяч А эффекта и 800 Совпадение Да? И резко Новости появились в СМИ Да? Что ребята Смотрите Вот у нас цена подросла Ну как вы понимаете Естественно Новости появились Когда? Когда цена отросла уже А не заранее Что типа покупаете Хотя до этого нам рассказывали Ждите ниже Цена капитуляции майнеров Там 32, 35, 40 тысяч А то и 52, 50 Надо ждать ниже Ну еще Дождались ниже Как там 52 тысячи поживают Они с нами в этой комнате Как говорится Да? Вот Поэтому вот этот бред Понимаете Прежде чем нести бред Ну я же говорю Надо иметь определенный опыт Чтобы понимать Как все на рынке На самом деле происходит Потому что Пиздеть не мешки ворочат Но почему-то вот эти хейтеры Которые мне Рассказывали до этого Там До этого Там да И рассказывали Получается Ну В мае Июне 21 года Что ты не шаешь Там и так далее И потом они же Завалили хлебало Когда все пошло в рост Удалили свои комменты Как же так И по трствалю То так же было Когда я говорил Выходите на хаях Мне сказали Да ты не шаешь Это только начало Будет 5, 10, 20, 100 долларов По Аптосу Мне тоже говорили Да 30, 50, 100 долларов Какие нахер выходить По 18 Ты что ебнутый Вот Ну и по итогу Почему-то все Потом замолчали И меня даже не вспомнили Что я идеально сказал И вот Аптос Сейчас как раз таки дно Я говорю Ниже не будет Он мне сказали Не Саня Мы еще пощупаем 5 баксов Ну давай Пощупаешь ты потом Кое-что другое Вот На хаях Поэтому как вы понимаете Что на данном этапе Здесь у нас был пик Я говорил Выходите по 18, 17 долларов Мне сказали Не Саня Не шаешь Блогеры сказали Надо ждать 30 баксов Как минимум А то и 50, 100 Ну и что Дождались И здесь я тоже самое говорил Не надо покупать Здесь это уровень сопротивления С первой попытки Мы его не пробьем А мне сказали Не Саня Ты блять Ты что Вообще-то Это ты что Сейчас там в новостях Сказали будет выше Ну и что Было выше Вот Поэтому ну как бы Кто не шает Кто не шает Сука Вот Поэтому Как вы понимаете Не шает только те Кто чешут языками А я доказываю фактами Еще я доказываю Уже третий год подряд Вот Поэтому и доказываю Не кому-то там Не хейтерам И не кому-то из вас А самому себе В первую очередь Что я могу Понимаете И те кто Прислушиваются к рекомендациям Те зарабатывают Кто нет Ну сидит дальше У разбитого корыта И будет потом заходить На хаях А я об этом предупреждал И разворот будет внезапный Будет в середине мая И соответственно До осени ждать не придется Пока многие сидят Сейчас будут там Лимонить И ждать Что им будут давать Три с половиной месяца Закупаться Я говорил Весь май И весь апрель И март Что ребята Не будет этого Потому что это сказали В новостях Это первое Второе Потому что это Лоббируют блогеры И повторяют за новостями Потому что они хомячки Ну и плюс Как вы понимаете Естественно Это сделано специально С той целью Чтобы вы не закупались Вот и все Поэтому ребят Понимаете Что рекомендации работают Если уметь читать между строк Уметь слушать И слышать Самое главное Вот Если вы не умеете этого делать И долбитесь в глаза Или в уши То соответственно К сожалению Мой канал не для вас Ну а там же Выбор за вами Слушать остальных 99% пиздоболов Которые нихера Нешают в рынке Сейчас постфактум Будут вам говорить Вот просто скриньте Блять Что биткоин улетел Ифер улетел Да тренд продолжается И так далее Хотя я говорил об этом заранее Что это дно Там месяц назад Неделю назад Две недели назад Что покупайте Ребята Вам дают Месяц Даже месяц Показал что месяц и неделю Давайте откроем Вот ради интереса Самый классный пример Это монета 1 инч То есть она здесь постояла Видите Здесь постояла Около получается Месяц и неделю Понимаете И после этого полетела Я говорил Покупайте ребят Мы тут долго стоять не будем Потолок может быть Месяц 2 В лучшем случае А то и неделю Постоим и улетим Ну и что Постояли мы месяц и неделю И полетели Все Все понимаете И здесь по эферу Я сказал Нисходящий канал Вот это вот все Показатель того Что мы скоро полетим наверх Но мне сказали Оно не может такого быть Эфер еще под полторы тысячи Увидим блять Некоторые блогеры Начали говорить Я в роликах читал У них комменты Они говорят Эфер они по тысяче долларов ждут Ёбаный глаз блять Какие нахуй тысячи долларов Ребята у нас ETF на носу У нас уже тренд развернулся Нахера крупняку Это ему надо устроить Что заново медвежку блять Обвалить эфер вот сюда Завалить его Понимаете Хорошо Даже если это будет У большинства нечем закупаться уже Понимаете Они пройдут в минусы Обосрут штаны Они даже вот здесь обосрались И начали продавать крипту Чтобы машину блять купить Понимаете То же самое Как я наблюдал в мае июне Это просто для меня Дежавю сработало Понимаете Как было тогда Так и было сейчас Что по настроениям Что по комментариям Что по хейту Что по графику Что по всему остальному Что по пиздобольству блогеров И по их говняной аналитике Что они не шарили Как три года назад Так и сейчас Понимаете Как тогда ждали ниже сука Так и сейчас Поэтому Выбор за вами Темпы открытия новых биткоин кошельков Упали до антирекорда Шестилетней навыки Видите Вчера уже финально Негативчик уподлили И специально Чтобы на этих шахтах Мы полетели Чтобы большинство Долбоебов шахтило Ну и плюс Продавало крипту в минус Чтобы обсирали штаны И естественно Выходили самое главное На споте Сек просит биржи Обновить форму регистрации Для торговли ETF на эффект И что вот ребята Они сказали Что они повысили шансы Повысили шансы То есть они говорят Не то что мы одумываем А шансы они Блядь повысили Ну спасибо Блядь До этого эффект стоил 2 800 Не было шансов А тут на 1000 выгод До 3 800 Сразу появились шансы Да еще и в 3 раза больше шансов Было 25 Стало 75 процентов Шанс одобрения Пиздец Блядь Да просто клиника Вот И совпадение Что 75 Это фигурирует Также нумерология С ценой биткоинов 75 тысяч Который был хай Буквально пару месяцев назад Да Аналитики сказали Что достижение биткоина 74 тысячи долларов Марки было вызвано Спекулятивной игрой Якобы спекулянты Это все сделано Но это опять же таки Все гонево Якобы 17 год повторяется И вот у нас Такая же кокинка Как вы наблюдаете Ну ребят Тут думайте сами Решайте сами Как вы понимаете Но в принципе Что я понимаю В этой ситуации Что у нас Рост просто неизбежен И продолжение тренда Перехай Как я и сказал Тогда Когда мы в январе Стояли на коррекции На дне Причем я заранее Это говорил А не постфактум Как большинство пиздоболов Они сначала Вот здесь вот Говорили вам Что эфир пойдет Там на полторы тысячи Биткоин пойдет На 32 А соответственно Ну как вы понимаете Ультра оригинальные отметки Да Вот А вот здесь я говорил Покупайте Вот это все время То есть весь получается Январь и половину февраля Я говорил покупайте А вот здесь Многие блогеры Когда уже биток вернулся На 50 52 Они сказали Летим на 100 На 200 Постфактум Понимаете А я заранее сказал Ну и кто блять Лучший здесь Кто пизжи меня анализирует Да никто блять Абсолютно нету таких блять На рынке Тем более в СНГ пространстве Да даже в англоязычном сегменте Я считаю Что я лучший Вообще в каких-то пространстве Да В этом плане В теханализе И так далее И в анализе китов Манипуляции И всего остального Пизжи меня Это никто не делает Понимаете А если делает То таких ребят Максимум 1% Я их не обесцениваю Вот Поэтому Есть ребята И покруче меня На самом деле У меня большое уважение к ним Но Большинство 99% Это просто болтуны Которые зарабатывают На курсах А эфиралки И на приватках Вот и все Я тоже зарабатываю На закрытом клубе Но я хотя бы рекомендации Даю годные Понимаете Я ордера свои показываю Не просто пишу Что я там закупил Текст там Блять И ордера даже не скидываю Понимаете Не подтверждают они Есть и такие закрытые клубы Если вы не знали Потому что Сказать можно все что угодно А вот ордера показать Вам покажут немногие Вот И по поводу Вот допустим Монеты Понки Да Если кто мне не верит Ну давайте я вам ради интереса покажу Вот Поэтому Соответственно Вот я скидывал ордер И показывал вчера По поводу того Что я действительно зафиксировался Сейчас вам покажу Сейчас вот Я скинул ордер Да Я заработал не так уж и много Но в принципе Вот я на Мекси ее покупал Соответственно Покупал я ее Получается В 6 раз дешевле 6,5 Я покупал На 100 долларов Заработал Получается 550 Вот Где-то это вышло 6,5 иксов Вот я заработал по данной монете Вот я ее фиксанул Вчера как раз таки И фиксанул Кстати по цене 45,933 Давайте глянем Я вышел на хай Получается Ну понятное дело Что может она еще Покональдироваться И пойти выше Но вот здесь был хай Получается 48 Показывает у нас Ровно 48 Вот если глянуть Вот здесь Поскольку я вышел По 45,933 То есть я Фиксанулся Получается Где-то вот здесь Вот считай На самом хай То есть где-то Я не дотянул Опять же таки Здесь вышло Почему здесь выше Потому что Скорее всего Ночью эта цена пошла Где-то я не дотянул 5% всего лишь Вот поэтому я забрал По сути большую часть движения Вот я заходил вот здесь И как вы понимаете Я забрал действительно До хуя То есть я не купил Может быть на самом днище Потому что я за нее Поздно услышал Но в принципе Вот здесь я купил До роста И 6,5x забрал Поэтому вот вам Пруф Один из пруфов Ну а остальные Ордера в закрытом клубе И это если кто не верит Да кто-то скажет Что это копейки Там и так далее Но я вот эти деньги Допустим могу там Вывести себе в жизнь Либо там Перелить другую монету И это одна из немногих монет По монете ОРМ Я допустим Заработал еще больше Вот Ну это так Я просто не люблю Хвастаться в этом плане Если нужны ордера Я могу их предоставить В любой момент А те кто не верит То дело каждого Тем более я вышел на хай Как раз таки Вот сегодня Видите по данной монете Пошла коррекция Я вчера увидел Что киты по ней Выходят фиксироваться О чем сообщил в клубе Да она может пойти еще выше Там завтра Послезавтра Там никто не спорит Но я забрал Сколько посчитал нужным Закрылся по целям И так далее Вот поэтому Тут уже дело за вами Ну а по поводу Остальных новостей Что британский суд Уличил Крегорайтов Лжи Свидетельствование Ну и как вы понимаете Что как раз таки Эти новости Специально подогнались Вчера Сегодня Чтобы вы уже Окончательно разочаровались И когда начался разворот Действительно настоящий Что и было в 2021 году Я напоминаю То соответственно Были новости Примерно такие же Что нет Это не разворот Будет еще ниже Это отскок до хлыкошки Это фейк отскок Да ты не шаешь Там и так далее Ну и кто не шает По итогу Ну я думаю понятно Курс биткоина Вырос на 6% На сутки Хотя какие нахер 6% Если он намного больше Как вы понимаете Если открыть вот здесь То здесь был рост Давайте посмотрим Где-то около там Ну да Примерно 6% Но как вы понимаете Что для биткоина Это много Потому что он 166 Вырос на 71 И это 5000 долларов Ну нифига себе Галла Геймс лишилась 200 долларов Из-за потери внутреннего контроля И там какой-то у нас чувак Взломал И допечатал монеты Который выпустил 5 миллиардов На сумму 200 миллионов Но по сути По рынку он их не слил И может быть это просто Пад новости Потому что тот же самый Бинанс Как вы наблюдаете Держит эту монету На 31 миллион долларов Совпадение Далее у нас по поводу Остальных новостей Приближение 67 тысяч Не исключило Вернее Не исключило боковое движение То есть нам продолжают намекать Что якобы У нас боковик будет продолжаться И новость была за вчера За ночь Чаджи Битти подсказал В какую монету Мемы инвестировать этим летом И это говорит Что это Шиба Ину и Доги На самом деле так и есть Потому что Шиба и Доги Еще никак не улетели И корреляция здесь налицо Как вы наблюдаете Даже графики здесь похожи Я совпадения не думаю Я за это уже неоднократно Рассказал Что эти монеты Это просто как две капли воды И они ходят обычно вместе Если кто мне не верит Ну это выбор ваш То есть я никому ничего доказывать Не собираюсь И здесь кстати проще глянуть Это на CoinMarketCap Давайте посмотрим Откроем Шибу У нас есть Шиба И там разные кошаки появляются Вот у нас объем Вырос в три раза И это тоже не случайно Ребят Естественно это не случайно Это не совпадение Это не сон И вот у нас видите Все в зеленке И монеты полетели Поэтому те кто провтыкал Ну к сожалению Это ваш выбор Ребят Я говорил покупать Все это время Все вот эти три месяца И график одинаковый Просто идентичный Как вы понимаете Но если открыть ради интереса У нас Доги Шибы Давайте посмотрим Как у нас все происходит На самом деле Да И в действительности Потому что Ну многие люди мне не поверили И сказали Что та не Сань Ну такого не может быть Это что-то ты сказки Рассказываешь Сейчас пойдет рост Не может такого быть И вот график такой же практически Видите Просто Шиба естественно Сильнее стартанула чем Доги Но по сути Это две одинаковые монеты Потому что киты там Одни и те же Робин Гуд Бинанс Виталик Батерин Илон Маск И прочие киты Я думаю с этим понятно Биржи Фонда и т.д. и т.п. Далее получается у нас Естественно Что еще То что получается У нас Экономист Питер Шиб Конечно же С такими дебилоидными глазами Сказал что биткоин умер Оказывается И новость эта вышла вчера Перед бритьем шартов Блять Ну какое же совпадение Да просто Когда Питер Шиб рассказывает Что биткоин это скам Параша И золото пижина много Обычное золото физическое Да вот это Ксау Голд То соответственно Конечно же у нас Цена взлетела наверх И это был финальный сигнал И гвоздь в крышку Того что В крышку ракеты Да скажем так В люк ракеты Которая у нас успешно Была запущена Вот и это как раз таки Вышла новость В 4 утра Как вы понимаете Или в 4 вечера Неважно Парагвай предлагают сажать За незаконный майнинг Криптулют Совпадение Да то есть Опять же таки Негатив был вчера Эксперт говорит Что биткоин может Помочь Солану Установить нового максимума Ну естественно Начали рассказывать За Солану Мейкер Айкете И Тау То есть за вот эти монеты Которые уже на хаях Совпадение Да Цена вифхэт Заметно выросла После крупных накоплений И опять же таки Вифхэт загоняет на хаях Совпадение Да Скорость по сжиганию Шибы За 7 дней увеличилась У нас на 60 миллионов почти Вот поэтому Шибу будут дальше качать Шиджи Бетти Сделал прогноз биткоина На 1 августа И давайте же глянем Говорит что на данном этапе Увеличится на 45% До 97 В 264 То есть Это вполне кстати Реальный и адекватный прогноз Ну и до этого А еще Он сказал что 105 тысяч А то и 167 167 не будет Я же говорю максимум 140 148 Может быть 150 Вот Ну и BlackRock Кстати у нас накопил 16 тысяч биткоинов В течение нескольких дней После запуска Ну и по сути Вот у нас прогноз Будет естественно Выше 100 тысяч После июля Да Поэтому я думаю Примерно так оно и будет И те кто не верит Очень даже зря Вот Мемная криптовалюта С платформы для криптотрейдинга Это получается у нас Вина РАИ Привлекла 2,5 ляма Тоже пиар какого-то Нового проекта Темпы создания Новых адресов Сети биткоина Упали до значений 18-го года То есть медвежки Блядь Типа у нас якобы Никто не покупает биткоины Ну потому что биткоины Толпа и не покупает Их покупают только киты В основном И вот говорят что За 7 дней Создано 276 новых Тысяч Адресов Всего лишь Всего лишь оказывается Всего лишь Нихуя себе Всего лишь Блядь Вот поэтому Как вы понимаете Один из крупнейших китов Обменял биткоины На эфир И естественно Как я и говорил В преддверии эфир Будут форсить эфир Продвигать его И рассказывать Что ребята Эфир это защита От инфляции От кризиса Это просто пизжи биткоина Надо покупать И киты даже в него Переливаются Совпадение Не прочитано Не прочитал Биткоин подорожал На 27% На фоне истощения Запаса монет на биржах Только из-за этого Но киты естественно Выводят и закупаются Я рассказал об этом Весь май Весь апрель Весь март Не верите? Ну проверим Потом через полгодика Кто был прав И кто заработает Не кто был прав А кто заработает Я то заработаю В любом случае Потому что я уже держу Монеты 3 года Здорово А те кто не верит Они потом будут Сысать лапу А то есть что похлеще Polkadot запустил У нас протокол Polymec Для привлечения Финансирования И Polkadot Тоже начинает Пираться CBDC монета За которые молчали Вообще ни сном Ни духом про него И сейчас начали рассказывать Что Polkadot Надо закупать Так же как и Кусаму Как вы понимаете А это тестовая сеть Polkadot Если вы не знали Поэтому закупайте Пока еще Данную монету дают Ну и финальная новость Yuga Labs Выпустила новую коллекцию NFT под брендом CryptoPunk И видите NFT коллекция начала качать NFT тема развивается Как я об этом и рассказывал Совпадение да Ну и давайте Англоязычные новости Прочитаем Ava Labs Монета Ava Которые вообще забыли за нее Запускает Game Chain У нас какой-то игровой проект Партнерство Game Starter Naivalenge На разработку игр на блокчейне И я предупреждал Что Ava Labs Это у нас кстати проект Который занимается путешествиями Если вы не знали Можно купить билеты Посмотреть в Европе путешествовать Ну и в остальных проектах Поэтому Ava Labs Видите на этом фоне Ну естественно Немножко подросла Как и весь рынок Ну плюс новость подогнали Поэтому монету можно еще взять Накопление она тоже 2 года Поэтому потенциал Около 10x То и выше По ней имеется Одно она понятное дело Переписала Но в принципе Она и сейчас в середине канала Поэтому если кто Вдруг не успел По ней закупиться Я настоятельно рекомендую Ее взять Поэтому монета Риск высокий Но в принципе На ней заработать Я думаю можно будет И поэтому Если кто провтыкал Настоятельно рекомендую Сделать это сейчас И совпадение Что сейчас ее начали форсить У нас ETH Могут поднять цену До 3.500 Но как мы видели Уже было 3.800 Поэтому конечно же За счет чего За счет того Что у нас ликвидируют Шахты Ну и плюс конечно же ETF Далее по поводу У нас сейш-100 В первом квартале 2004 года У нас финансирование Венчурного капитала Выросло до 2.4 миллиарда долларов Вчера эта новость была Сигнализирует о возрождении рынка То есть я говорил Ребят Капиталы крупные Заходят Вам в новостях Даже подсказки оставляют Но люди не верят Ну не верьте Ростен Галла Выше сопротивление Может потерпеть неудачу Из-за низкого спроса Якобы Галла Никому не нужна Она по-прежнему Подвержена риску А естественно Подогнали еще в отновости Что ребята Смотрите там Галла Все хана Там соответственно Взломали ее Но при этом Бинанс держит и не продает Как же так И держит 20% эмиссии Блять Ну как же Ну блин Ну как же так возможно Интересно Как посмотреть пруф И заходишь на кошельки Китовы смотришь Как Вот так вот Тот самый проект Зарабатывающий Большие деньги На криптоарбитраже То есть разница Кольца крипталют На криптобиржах Арбитс точка Ио Я лично его проверил Удостоверился Что все честно работает И держу тут более 7000 долларов Инвестиций Приносящие Отличную прибыль Ссылка на проект В описании под роликом Продают киты Либо нет Это все очень просто Ребят Просто мозги надо Включать И критическое мышление Вот Уметь анализировать информацию Если вы не хотите Этого делать Нет опыта В падлу Там и так далее Зайдите в закрытый куб Я это делаю за вас В чем проблема Никакой Тем более я считаю Порог входа В закрытый куб Это вообще сущие копейки За ту инфу Что я там даю За ту информацию И так далее Поэтому можете не верить дальше Но мы с ребятами Зарабатываем А вы можете сидеть Дальше на жопе Ровно Число транзакций Солана Выросло до 210 миллионов Что превосходит конкурентов Ну и по сути Лидировали 210 миллионов Транзакций За последние 30 дней Обогнав конкуренты Естественно Солана Продолжает продвигать Далее у нас биткоин Получается смотрит На новые вершины Цена близка К повышейся 7500 Это было еще вчера А мы уже сегодня стоим 71 тысячу Совпадения Да Ченлинк настроен На коррекцию Блять Поскольку Ралли Чрезмерно у нас Усиливает бычий настрой Но я уже показывал Что это естественно Гонимо Чтобы естественно Загнать вас В шахты А ченлинк Один из первых Отрастал у нас всегда Поэтому на этот счет Не парьтесь Далее у нас Ноткоин Сталкивается С бурными водами Типа Ну Бурным оттоком Я так понимаю Турбулент Водекс Что стоимость Упала на 85% Ну естественно Потому что большинство Людей начали сливать Эту монету И ну Ожидаемо это было Потому что большинство Намайнили Но как видите Особо сильно Цена кстати не упала Если глянуть Именно с конкретно С листинга Падение всего лишь Там 20% Я думаю с этим ясно По поводу Остальных новостей У нас конечно же Пугают Что якобы у нас там Надо паниковать Крегорайта там судят Великобритания Да Хотя он в Америке Находится Вивхед не дает Бычьего результата Несмотря на недавнее ралли Как вы понимаете Тоже позитив По доге Вивхед Или там негатив То есть обсуждают Ее совпадение Доге с шибой Что-то не особо Токен GNO Прибавил 20% Поскольку Дао преобладает Выкуп 30 лямов долларов То есть у нас Киты продолжают выкупать И та же монета GNO Я ее так же Уже советовал И кто хотел Тот взял И полетели тоже на шахтах Блять Ну какое же совпадение Да И давайте посмотрим Здесь монета ЗНА Показал уже 4Х И вот здесь было что Здесь был тоже Нисходящий канал Благодаря которому Мы подлетели наверх И я предупреждал Что то же самое Как май и июнь 20 года Не шаю Да Не шаю Ну хорошо Вот Бычий прорыв Под угрозой затухания Шибаину И как вы видите У нас скорость внедрения Также у нас Якобы затухается И роста не будет Ну то есть Специально фад новости Что вы не верили И тоже когда были Вчера Вот Виталик Бутейн У нас обсуждает Майя Зарвалит Стейкинг и оборудование Эфира Да Ну и по сути Многие считают Что из-за этого Рост пошел Нет ребята Рост пошел Потому что были Ликвидации шахтов Поэтому я это уже Подтвердил И опроверг для вас Биткоин приходит в норму Ключевые тенденции Следует следить Ну и по сути На данном этапе У нас говорят Что конечно же Биткоин начинает расти Новые киты начали Появляться Как вы наблюдаете И в принципе Адреса продолжают Копить биткоин Пока толпа не верит Пока сомневается Ну ребят Тут выбор за вами Думайте сами Решайте сами Но и как я уже сказал Что естественно Рост неизбежен Вот Прометей у нас Создает прецедент С запуском Кастодиальной службы Эфир Соответствующие требованиям Сек И как вы понимаете Что рассматривает Эфир как ценную бумагу Вот это наоборот Позитив Почему Потому что у нас Конечно Если примут Как ценную бумагу Значит Забыт и треф И значит На государственном уровне Они одобрили Проект под названием Эфир Ну он перешел На Proof of Stake Это уже очевидно Что его приняли Нарушение безопасности Гала Сумма 214 лямов Тут указывалось 200 лямов Ну короче Они сами не определились То есть как пиздеть правильно Поэтому естественно Разная информация Чтобы толпу запутать И подумать Так что на самом деле Взломали или нет Ну и толпа в неведении Сидит в неопределенности И не понимает Что ей делать Ну и далее Получится биткоин Конечно же У нас преодолевает 71 тысячу за 38 дней И позитив Инвесторы выводят Бирж 2,17 миллиарда Биткоина То есть киты выводят И накапливают активы Демократы Палаты представителей Выбирают без кнута То есть опять же таки В спорном законопроекте По поводу криптовалюты Ну и в принципе Регуляция продолжается Поэтому естественно Толпе сеет опять Неопределенность Что же будет Почему крипторинок Сегодня растет Опять же таки Совпадение Да до этого Почему же падает И не работает Сейчас растет Капитализация Нервпротокол Приближается Годовому максимуму Реакция цены Я предупреждал Что у них протоколы Велэнч Там фантом Одни из немногих монет Которые самые первые Стартуют И нихера не падали Видите На этой коррекции Которая была у нас На черном лебеде Совпадение Да Давайте глянем дальше Что у нас еще Джастин Бибер Джимми Феллан И Феллан Да и Дональд Трамп Раскрыли кошельки Бибер владеет 556 долларов в крипте Это эффект Как вы понимаете Трамп у нас 83 миллиона В основном это монета Мага Совпадение Да Которые я советовал Еще и до роста Еще 7 мая Ну и далее Джимми Феллан Владеет 138 долларов И в инвестиции В эфир И это у нас получается Показывает кошелек Аркхама Ну и как вы наблюдаете Есть у него монета Апи еще У Трампа Монета Трамп Логично Да Эфир Обернутый эфир Бэйби Трамп Еще там какой-то Трамп Ну и вот у нас Джимми Феллан Это один из комиков Да Американских Ну не стендаперов У него шоу свое есть Я думаю Мы видели его И как вы понимаете Что вечернее шоу Называется Субботний вечер По моему эфир И владеет тоже Криптовалютой Совпадение Да И активов у него На 100 тысяч долларов Вот Поэтому далее у нас Криптомайнинг У нас от компании Битфуф выросла Чем в 13 раз Прямо в квартале 24-го года И новость вышла За сегодня А ее я еще По-моему Показывал вчера Что-то подобное Каспа вырвалась С креста смерти Возможно повышение На 12% Блять Ну 12% это смех Конечно Но вы понимаете Это специально Заниженные индикаторы Поэтому уже На монета показала Плюс 30% Я предупреждал Что ниже 10 центов Не будет Хотя до этого До этого Нам об этом рассказывали Хотите пруфов Да пожалуйста Давайте перейдем Если не удалили Естественно Эту новость И вот нам рассказали Крест смерти Там у нас был И давайте же посмотрим Вот у нас Каспа предсказания Вот нам рассказывали Вот да Риск взлома Риск падения Ниже 10 центов Два месяца назад То есть в марте И вот здесь Три лучшие платформы Там и так далее Все что нужно знать Проблемы для оптимистичных быков Ценовая коррекция Может продолжиться Там и так далее Видите специально Пугалки Чтобы вы не закупались Совпадение Вот далее Крипто Кредитор Genesis Выплатит 2 миллиарда И тоже сегодня Пугалки финальные Чтобы на развороте Ринка на росте Было не вере А разворот Рост рынка Альцезон и бычий рынок Продолжение его Начинается На не вере И отрицании Всегда Всегда Это было и в 21 году И в 23 И в 24 Понимаете Даже у меня Оно было отчасти В 23 году Вот Binance переопределяет Листинг токенов И стремится отдавать Предпочтение серьезным проектам На фоне опасения рынка Ну и по сути запускает План кандидатов Проекты Для поддержки Высококачественных токенов Проектов Стремятся к здоровому рынку И получается Как вы понимаете Что это обновление Направлено на то Чтобы дальше Отобрять новые проекты И их листья Да Это бычий признак Спящий биткоин кошелек С 13 года Пробуждает 7,6 миллионов долларов В биткоине Ну и типа якобы Он все продаст И все пиздец Орбитрум полетел Совпадение И я об этом рассказывал И показывал Что орбитрум полетит И мы его еще покупали До роста Я вам рассказывал И показывал Ребята Нисходящий канал Этот прорвется Потом на шортах И полетит И уже плюс 35% Ой, не шаю Будет Как сказал Рафаэль Ниже 70 центов Ну и что Есть ниже 70 Просто браво Ну и что Сходили ниже 70 центов Ну окей Хорошо Ждите ниже 70 центов Удачи Удачи Потому что Это единственное Что даже вам В этом случае Не поможет Вот CEO Network Версии 2.0 У нас Реширенные возможности И тоже по сейв Выходят новости Совпадение Начали фоксить Опять монеты За которые забыли сначала А сейчас опять вспомнили Давайте глянем Пока еще не улетело Как сьюи Так и те А поэтому Возможность закупиться Еще есть Но ребят Ждать никто не будет Долго Потом летом Все ускорится В июле А скорее всего Уже более Значимый рост будет В сентябре Вот у нас дно По манте Поэтому не проебитесь Пока еще не улетело Потому что потом Будет как с эфиром Как с битком Как с этеной И с другими монетами Потому что потом Вы провтыкаете И скажете Ой блядь Да надо было закупаться Саня Че ж я не купил Ой блин Еще не поздно закупиться Вот фиделити меняет Спотовый план на эфиром И тех И отказывается от ставок И по сути спекуляции Растут А вероятность одобрения Со стороны аналитиков Растет Ну и по сути Вот нам говорят Что все Ребята Мы меняем подход И включаем Все внезапно Включились Внезапно эфир Сейчас будет расти 3 800 2 800 нахуй не всрался Переносим на 5 июля Эфир подрос На 1000 Все Сразу Сразу поменяли свое мнение Ну блядь Ни сговор Ни совпадение Да Ага Конечно Верю Да Вот Крипто кит Выгружает 46 лямов Вчера была новость Пугалка еще с утра И продает якобы 46 лямов в эфире Поскольку рынок наблюдает Решение ETF И типа кит Внес 15 тысяч На кракен Американскую биржу Стало значительным шагом На бирже И долгосрочные Реально такая хинея И говорят что Якобы из-за того что Эфир ETF Поэтому из-за того что Поймут эфир ETF У нас цена будет падать Да пусть сначала поймут Понимаете Вот Поэтому Вы понимаете Тот же эфир классики Естественно на этом фоне Подскочил Что у нас подрос эфир И я предупреждал Ребята что Покупайте Ниже не будет Десказали Та ты что По 15 По 20 долларов Куплю Ну и что Купил Проверяй блядь Вот Поэтому давайте ребят Холдим Те кто закупался Вы большие молодцы Кто нет Ваши проблемы Ваш выбор Купите на хаях Ну и зеленые камыши Жопу за щеку Что ты себе позволишь Все что ты захочешь Поэтому всем удачи Всем пока И последний анекдот На сегодня Как говорится Что Как говорится Как спросили у Вовочки Что ты выберешь Или у Пети Да Что ты выберешь Два Нет А Вовочки Да Вовочки спросили Что ты выберешь Два раза С Петей Или один раз с Машей Он говорит Ну Маша Это конечно хорошо Но два раза Есть два раза Вот Поэтому ребят Как вы видите Эта шутка была По поводу двойного дна Ну и как вы понимаете Двойное дно По альтам Дали специально Вот монета сервера Где пример вам покажу Здесь дали Даже несколько раз Двойное дно Дали раз Два Три Четыре Тут даже пять раз Давали двойное дно И монета тоже полетела Я сказал что это дно Ниже не будет Но мне сказали Не Саня Да ты не шаешь Ну и что Кто не шает по итогу Ребятки Потом через полгодика Посмотрите как цены вырастут И потом Эти же люди Которые мне рассказывали Потому что типа ты не прав Они переобуются И будут просто умолять Китов Чтобы они Цену опустили еще ниже Потому что они Не успели закупиться На днище Пока цена стояла на дне Всем удачи И всем пока Холдин Субтитры сделал DimaTorzok